Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина, спонсор сегодняшнего ролика магазин RANDEVU и в честь нашего сотрудничества публикую промокод свой именной 10 процентов, проходите по ссылке в описании, затем применяйте промокод, который действует от двух с половиной тысячи рублей при покупке, на все, на все, хоть там 10 позиций себе выбирайте и суммируйте со всеми акциями и скидками, которые проходят на сайте RANDEVU. Тут код Гагарин скачет, с вами поздоровается и вот посылочка с ароматом, которую мы сейчас с вами вскроем и все подробно я вам расскажу. Пупырочка, там вот фактюгасьон, значит вам все понравилось или не все понравилось, пробнички, масочки, RANDEVU редко присылает ароматы, а присылает вот обычно всякие уходовые штуки и значит... и значит... Название бренда и название аромата PRINCE OF DARKNESS. Итак, данный аромат, конечно, я не собирался приобретать, но RANDEVU предложили, предоставили на обзор, я думаю, да почему же и нет, а почему же и нет. Решил почитать немножко про бренд и что-то почитал, и прям как в песне поется... I thought I'd just die. Do you remember? Короче, информация с сайта, ребят. Тут ну все, там очень много всего написано, да, Кагусенька? Ну, открывайся ты. Значит, настоящее имя, на самом деле, не Серж Дюмантан, а Серж Дюваль. Попроще такое, да? Потомок знаменитого французского живописца Эжен Эммануэль Амори Дюваль. Родился некоторое время, жил во Франции, но потом перебрался в Италию и в силу стечения романтических обстоятельств женился на россиянке, сейчас большую часть времени проводит в России, в Подмосковье, где у него похожий на музей-дом и прекрасный живописный сад, в котором он находит вдохновение на создание своих неповторимых парфюмерных фантазий. Ребят, вот все, что я дальше буду говорить, это оценочное суждение, это личная точка зрения автора ролика, то есть меня, Пашко, и прочее. Извините за эти улыбочки, но я не могу просто... Просто это все сделало мой день, спасибо рандеву. Сказано также, что у него парфюмерного образования нет, какие-то курсы он в Грассе шестимесячный прошел, и первый аромат появился аж в 1989 году, но на рынок ароматы попали почему-то только в 2017, то есть вот буквально шесть лет назад. И вот это вот все во Франции родился, потом Италия, но женился просто на россиянке, понимаете, бывает же такое. И вот и переехал в Подмосковье, и вот это вот все, но француз, понимаете, Серж Дюваль. Но тут открываешь, значит, независимые источники, то есть что-то кроме его сайта, и тут написано Серж Дюмонтон, российский парфюмерный бренд, основанный в 2017 году Сергеем Дубышкиным. Дубышкиным Сергеем. Вот что мешало создать бренд, назвать его Сергей Дубышкин, Пахвамс, там я не знаю, и не Prince of Darkness, а там Князь Тьмы, да, ароматы. Что за такое непреодолимое желание казаться вот французами? А как же гордость за отечество? Я не понимаю. Зачем нам вот это вот все? Непонятно. И короче, теперь информация, ну, слушайте, я не знаю, как бы его вскрыть, вот он не в слюде, но с такими наклеечками. А, Prince of Darkness, смотрите, на штрих-коде зато Prince of Darkness. Вы представляете? Как бы его вскрыть? Я его, наверное, просто полосну ножичком, пусть останется это Prince of Darkness. Хоть что-то по-настоящему, да, по-русски. Ой, 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 ой. Ой. Вот так вот кривенько стоял, и крышечка что-то тоже слегка кривенькой. Ой. Вот такой ложемент, или как это называется правильно, по-вашему, по-иностранному, чтобы оно все более гламурно звучало. Ну, цвет жидкости обожаю такой, вы знаете, просто обожаю, особенно вот так с торца. Ну, здесь стандартная наклеечка такая же, как и тут примерно, да. Крышечка. Так, крышечка. А что, аромат удовый, типа, да, я удовый люблю, вы знаете, несмотря на то, что как некоторые особо прошаренные. Крышечка деревянная, кстати, прям дерево, дерево, ну, чувствуется вот прям как... Легко-легко. Так, Гагусенька, ты покуда тут скачешь? Давай-ка, давай-ка. Что значит? Мяу кряхтит. Давай-ка ребятам привет скажем, Гагарин. Скажи привет, ребята, Гагусь. А, Гагусь? Я его тут пытался подтянуть, как их на выставке тянут вообще. Да, за передние лапы берешь и за задние. И он меня покусал и орал. А вообще, а вообще, ну, как бы они должны спокойно к этому относиться. Ну, неважно, я прям оттягиваю момент знакомства. Ребят, знаете, вот кроме шуток, как альбом называется у моей любимой Евы Польна, по-моему, у нее. Реально только музыка. Вот. И то же самое хочу сказать про ароматы. Вот, если аромат кайфовый, я его заплюсую и скажу, что прям Серж Думантан, АК Сергей Дубышкин, прям молодец. Ой, ну эти легенды, вы обязательно зайдите на сайт. Сделаю трафик. Сайту его сегодня зайдите, посмотрите, там такие дизайны. Там, это значит гифка с женщиной, которая задирает шею, оголяет, по-моему, там вот эти вот, значит, локоны волос и вот пшики. И все это очень такое, очень такое заезженное, да, скажем. Что здесь у нас написано сзади? Я пытаюсь, потому что вижу, это кот птичкам говорит. Даже в очках пытаюсь прочитать, мне нужно подальше от это относить. Короче, 50 миллилитров. А, еще очень интересно ценообразование для меня. На официальном сайте этого Сержа Думантан, там вот все на русском языке, кстати, вы, поэтому не бойтесь, зайдите почитать. Полтинничек стоит 14 500, но при этом 15 миллилитров, ну, миниатюрка, стоит 3 500. Как-то у меня арифметика не складывается. 3 по 15, это почти полтинник, и получается там 10 тысяч с копейками, а здесь аж 14 500. Ну, наверное, это за такое вот, за все, вот. А, кстати, тут еще даже карточка типа визитная. Maison Serge du Montand. Я не могу, я просто не могу. Ой, Maison Paris 1989. И тут адрес еще, даже. Saint-César sur Saint. Не знаю, как читается Франс. Ой, не могу. Все такое вкусное. Все такое вкусное. Что там по нотам? Давайте я вам сначала зачитаю все-таки. На фрагрантике ноты не указаны, но чуть-чуть сказано про сам аромат на сайте, собственно. И, значит, слушайте. Древесно-смолистый, горьковато-дымный, удовый шедевр. Шедевр. Вот сам не назовешь шедевром, никто же не назовет, правда же? На своем сайте, собственно. В непревзойденном стиле маэстро де Монтена. Благородный бархатистый глубокий кашмиран с нотами мха и дорогого рома. Стоит закрыть глаза, и аромат перенесет вас в средневековый замок Ланже. Ланже. Во времена короля Людовика XI. Вот что Сергей Дубышкин тут у нас наделал. Ну и давайте уже... А, кстати, вот стеклышко такое забавненькое, кривенькое. Но это, кстати, не камень в огород абсолютно бренда. Это и у Диора бывает. Видите, вот тут жидкость как ложится. Давайте нанесу его. Ох, нифига себе! Смотрите, все желтое при желтое, во-первых. Поэтому сразу будьте осторожны с нанесением на одежду. А во-вторых, ну мощно. Слушайте, ну уд очень такой, сразу такой уд. Кожистый такой уд. С фекалинкой, с животиночкой. Такой прям, ну не самый плохой. Знаете, не шивает какой-то синтетикой, я бы вам сказал. Уд такой как будто бы, блин, я не знаю. Я, конечно, не специалист по удам натуральным. Там мне нужно вот масла иметь в коллекции, чтобы прям разнюхать их. И потом, потом как-то сравнивать те или иные уды. Потому что удов тоже много, как сказать, много разных. Слушайте, вот прям, что-то такое. А я прицепился все к этой ду-сити уд инфинину. Вот что-то из той области. Потому что там прям натуральность чувствуется. Здесь, ну тоже такое, знаете, вот оно с какой-то одеколонистостью на старте. Небольшой. И вот этот уд цветочно, ну с цветочками, соответственно, да. Цветочки плюс уд слегка фекальный, слегка кожистый, мягкий очень. Какой вот именно, знаете, ну мягкий. И не знаю, то ли у них какие-то вот эти химикаты а-ля. Ну и вот, и вот ощущение винтажности, понимаете. Есть, есть этот аромат. Прям даже не знаю. Ну это, 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 ну сложно назвать. Ну что, это что попало. Просто. Ну и такой в то же время сдобрен какими-то, как я уже сказал, цветочками. И, возможно, специями какими-то бодренькими. Ну вот эта вот нота, вот эта одеколонистая. Плюс винтажность, опять же, мне дает какие-то оттенки советского одеколона. Вот у меня тут все стоит. Я вам иногда его показываю. Какой пыльный, вы извините, да. Ой, ой господи, сейчас расшибусь тут весь. Возбудился я аж после этого чтения сайта. Красное и черное. Вот что-то, это все родители мои нашли уже в наши дни. Это все то, чем и я пользовался в том числе. Когда маленький был. И, вы знаете, вот дыхаешь. Блин, прям вот, вот. Что-то. Ну вот как будто из той области. Только здесь какие-то благородные цветы добавлены. Это однозначно. Прямо желтое-желтющее пятно. И я что-то... Видели, какой пшик огромный? Он огромный. И мне его, наверное, хватит поносить на руке. Что-то на себя я не рискую его нанести. Пятно просто мега-гипер масляное. Вы видите, что творится? Так что это... Что здесь у нас с концентрацией? Eau de parfum. Вроде как парфюмированная вода. Но пятно такое, как будто это прям... Ох, что творится-то, а? Скажем, такой вот позитивный... Позитивный уд. Во главе цветы, но не роза. Вот как мне чуется. Какой-то, скорее, жасмин. Может быть, немножко ландыш. Вот что-то такое. То есть уд, а сверху всего этого насыпали. И плюс специи. Кардамон, мне кажется, есть здесь. Не жесткий такой, мягкий. Унисексовый, но... Не совсем, знаете, такой прям... Не совсем такая бесхребетность. Все-таки в мужскую сторону больше. Потому что вот эти кожистые оттенки уда, они... Ну и деревяхи какие-то. Деревяхи, возможно. Опять же, сандал. Сандал это самая такая мягкая и гармонично вплетающаяся в такие... В подобные восточные миксы деревяшка. Особенно вот, если она моя-моя, как я люблю. Такая бархатистая, нежная. Ничего плохого не могу сказать про аромат. А так хотелось. Пойду так, что полчасика погуляю. И вернусь к вам. Гагарин подтверждает. So, let's continue. Походил, повдыхал, на улицу выполз. И... Хочу сказать, что аромат-то интересный. Сейчас мне стали слышаться здесь... Деревяшки более-таки очерченные. Аромат все-таки не про уд. Вот удовость яркая очень сверкнула в начале. Но сейчас... Либо уд как-то по утих вплелся в общую картину. Либо вовсе исчез. Но уда я здесь сейчас не чувствую. Зато... Вот про цветочность я говорил. Знаете, здесь какая-то легкая-легкая такая пудровость. Пудровость, гранича с кремовостью. Наверное, так я бы сказал. Какие-то корешки, может быть, я не знаю, ирисы или фиалки. Очень все это вот замешано. И что я здесь четко стал слышать? Не просто цветы, а зеленые стебли. Зеленые, возможно, шипастые стебли. Не сами цветы. Мокрые, зеленые стебли. Может быть, этот князь тьмы живет... Может, этот князь тьмы и есть не кейв, который вот живет возле пруда, где дикие розы растут. Как одноименная песня, да? Where the wild roses grow. Ну а что? Сержу... Можно французничать и... Как это? Англоязычничать. А мне что, нельзя? Чем я хуже? Приятный, мягкий. Он мягкий. Я, если честно, ожидал не того. Я ожидал, что какая-то будет резкая... Ну, такая с какими-то призвуками химии. Такая резкая, брутальная. Какая-то удовая деревяшка. Что-то такое. Нет, в этом смысле удивил. И, в принципе, ничего подобного, наверное, я и не слышал. Хотя здесь винтажные, опять же, вот эти вот мотивы парфюмерии прошлых лет. Прям совсем прошлых 70-х, 80-х прослеживаются. Но он современный. И, мне кажется, его комфортно носить было бы. Нет, наверное, удовость все-таки есть, но она просто нырнула туда, в этот пруд, где дикие розы растут. Животинка почти ушла, но чуть-чуть капелюшечка вот для перчиночки такой, она присутствует. Так что, знаете, ну а вот на подарок особенно, такой аромат, конечно, очень необычный был бы, очень. Все и презентабельно выглядит. И флакончик очень, мне форма нравится такая прям, стройняшечка, да, такой. Так что, ну, цена, конечно, не очень гуманная у него, но с другой стороны. Посмотрите, сколько сейчас люксовые обычные диоры, литуалевские стандартные, да, стоят. Так и, может, и норм. В общем, надо пробовать, надо тестить. Я прям уверен, что некоторые из моих подписчиков даже могли бы в него влюбиться. Потому что, ну, харизма есть, безусловно, в аромате. И даже вот кот сидит нюхает. Да, кот Гагалин? Вот, видите, соврать не даст. И не могу понять, какую нишу в моей парфюмерной жизни мог бы занять. Куда его? Ну, а что куда? Не нужно думать, куда. Это искусство. Это вот... Да. Очень, мне кажется, действительно в носке будет комфортно. Потому что вот эта какая-то зеленуха, припыленная и деревяшками, и какими-то корешками, и чуть-чуть удо, чуть-чуть анималики, и чуть-чуть цветочков верхушечек. Но не розы, не розы, повторюсь, ни в коей мере. Это все, все неплохо. Спасибо Рандеву еще раз за экспириенс, собственно говоря. Также не забываем подписываться в мои телеграм-сообщества. Наша замечательная теплая ламповая парфюмерная дружина в первом закрепленном посте. Ссылки все, где можно спокойно, свободно, главное, обсудить мнение, об ароматах, совета спросить. Любой вопрос найдет ответ. А также Пашко Парбарахолка, где можно очень выгодно купить и продать ароматы. Мужские. Специализируется по мужским парфюмам. Подписывайтесь, буду рад всем. За всем я прощаюсь с вами. Оцените как-нибудь данный ролик. И до новых скорых встреч. Пока. Супер хай. Супер хай конца. Супер хай конца. Одизмен дел Stacy пламотов. Парфюмам smash defines тип. Как и ample Cher Site Канель. Субтитры сделал DimaTorzok